Всем привет! С вами подкаст Русского Дома. Подкаст о трендах, открытиях, достижениях и традициях русскоговорящего мира. Сегодня мы говорим о том, как российские стандарты красоты стали настоящим каноном в других странах. Как наши дамы подают себя в обществе и какие стереотипы могут возникать о них? Это мы обсудим с блогером и популяризатором российской культуры Сашей Йос, которая также известна как Саша Митс Раша. Александра, здравствуйте! Давайте познакомим наших зрителей с вами. Первый вопрос, что вас вдохновило на переезд в Россию, как давно вы здесь и как вы пришли к продвижению российской культуры? Я переехала в Россию два года назад, в Москву. До этого я жила в Бельгии, в США, и родилась, и провела детство я в Гонконге. Вот у меня отец американец, а мама русская. И каждое лето я ездила к бабушке и к дедушке в Сибирь, проводила там самые лучшие такие воспоминания моего детства, каждые летние каникулы, и с того момента я очень влюбилась в Россию, влюбилась в язык, в культуру. Благодаря моей маме я вообще знаю об этом, особенно вот за рубежом я только училась в английской школе, и благодаря ей я знаю язык, там смотрели всякие фильмы, книжки читали, всё по-русски. Вот, и поэтому я всегда хотела попробовать именно жить в России, не просто приезжать на лето, а именно вот, ну как вот вообще жизнь в России. И почему я хотела показывать вот эту всю красоту, культуру людей, потому что, когда я жила за рубежом, я очень часто сталкивалась с тем, что у людей какие-то свои стереотипы и какие-то воображения о России, которые совершенно не то, что я видела, а много даже вот, скажем, русофобии, особенно вот у американцев, которые они, ну, они не виноваты, они просто вот с этим всю жизнь сталкивались, вот им только вот это и показывают, с самого рождения в школах, тоже так же у них в СМИ, в их медиа, и поэтому я хотела показать Россию как бы с другой точки зрения, с другой стороны, более позитивной. Поэтому, когда я переехала сюда, у меня была цель как раз вести блог, вести и YouTube-канал, и потом Telegram, там Instagram, вот все вот эти соцсети, которые я могла вообще, чтобы вот иностранцы видели, как Россия на самом деле. Русская красота стала каноном на Западе. Как вы думаете, почему именно русские стандарты красоты стали популярными за пределами России? Может ли это быть холодный климат, который делает девушек закаленными, и кожу такой идеальной? Не знаю про холодный климат, потому что вот в Канаде я бы не сказала, что люди очень красивые, но на самом деле дело в том, что в России просто люди за собой ухаживают, особенно девушки, что у нас есть именно вот эта культура красоты вокруг и маникюра, и волос, и как одеваются, и это очень сильно заметно. Вот, например, когда я жила в Бельгии, там принято, чтобы девушки были больше в таких, ну, в штанах или там в таких деловых костюмах, но не так, что там платьица или каблуки. Даже вот когда я встречалась с европейцами, там на свидании всегда очень удивлялись, что я в каблуках, вот первый раз у нас свидание с девушкой на каблуках. И вот для них это просто, когда они приезжают в Россию, эти иностранцы, они с ума сходят, потому что они видят настоящих именно женщин. И вот в этом-то и дело, что в России женщины не боятся быть женщинами, они не боятся своей женственности, а на Западе как раз пытаются это всё куда-то спрятать, что вот мы должны быть как мужчины, мы должны быть более похожи на них, а на самом деле это как раз вот, и они теряют вот эту красоту. А вот и в Европе я заметила, что мужчины даже более женственные, чем сами женщины. И в США тоже вот люди не особо за собой ухаживают, там тоже у них есть культура этого комфорта, лишь бы мне было комфортно, там плевать на то, что я иду на работу или в университет, я могу прийти в пижаме, я могу прийти там в каких-то домашней одежде, но это как неуважительно к другим, неуважительно к учителям, и тем более неуважительно к себе. И мне кажется, что в России очень именно ценится вот не только внешняя красота, но также и духовная красота, и вот это тоже я очень заметила здесь, и мне кажется, поэтому наши девушки, наши женщины очень отличаются, и даже наши бабушки. Мне было очень удивительно, когда я только переехала в Россию, что вот у всех маникюр, что даже вот у подросток и у бабушек, что как бы все за собой следят, и поэтому вот в Европе я такого, в США тем более я такого не видела, во-первых, там это всё очень дорого за собой смотреть, и, а здесь это так доступно ко всем, и доступно для всех, и поэтому, мне кажется, здесь даже легче вот поддерживать эту красоту. Замечали ли вы то, что у русских женщин какое-то особое отношение к уходу за собой? Почему так происходит? Какие российские бьюти-секреты вы считаете самыми экзотичными для западных дам? Может ли возникнуть какой-то культурный шок от того, как русские девушки заботятся о себе? Ну, меня очень удивила вот там маска для волос из крапивы, вот такие вещи, что, ну, у нас есть много таких средств, как сказать, из природы, там народные всякие средства, поэтому вот это вот меня всегда удивляло, но мне кажется, тоже такая изюминка, может быть, как раз в крапиве есть ответ, почему русские женщины такие красивые, я не знаю. Сейчас за рубежом, мы все знаем, очень ценятся наши мастера в бьюти-сфере. Всё ли дело в техниках или в чём-то ещё? В технике тоже есть вот большое дело, а даже вот сейчас есть этот популярный тренд Russian manicure, вот на Западе это считается самый такой дорогой маникюр, самые лучшие ногти, потому что люди стали узнавать, что такое Russian manicure, но дело в том, что там обычно вот у нас, как обрабатывают кутикул, там вообще-то не делают, и в некоторых местах вообще-то, по-моему, запрещено, они считают, что это опасно. Также здесь, в России, очень много внимания именно к деталям, очень трепетно относятся к своей работе, даже вот если ты идёшь на стрижку, мастер может там потратить час-полтора-два часа, хотя там совсем чуть-чуть отстричь, но вот когда я была в США, мне один раз просто заплели косу и обрезали, и это было всё, это вот стрижка за 15 минут, потому что у них не ценится именно результат, а скорость, что давайте следующего клиента как можно больше денег заработаем, и получается такой конвейер, и теряются вот именно эти детали, и поэтому и результат не очень. А в свою очередь у нас говорят, что красота требует жертв. Насколько этот подход к красоте отличается от западного? Ну, мне кажется, ну, жертв, может быть, там, каблуки иногда одеть, когда не очень хочется, или куда-то нарядиться, когда хочется просто там ничего, ни косметику, ничего не делать, но на западе просто они вообще особо не приносят никакого внимания к внешнему виду. Вот даже когда идёшь в театр, люди также могут быть там в пижаме, в джинсах, там просто в какой-то футболке, а в России вот тоже я когда переехала, ходила в театре, так было приятно видеть, что люди именно нарядились, что вышли с семьями, там, с парами, что девушки вот в красивых платьях, что мужчины тоже там в рубашках, что всё очень вот элегантно, и как раз, ну, я считаю, что красота спасёт мир, и это, наоборот, даже радует саму себя, когда красиво выглядишь, но тем более, когда вокруг тебя тоже красиво выглядит, это даже вот вдохновляет. И когда я переехала, я очень вот постоянно смотрела по сторонам в Москве, вот как вот девушки одеваются, что у них там, какая косметика, и очень вдохновляет, и хочется самой вот стать вот более красивой, более ухоженной. Расскажите, а было ли что-то смешное, что вам приходилось объяснять подругам-иностранках о каких-то правилах ухода за собой? Были ли какие-то забавные моменты, которые приходилось, может быть, расшифровывать им? Ну, наверное, для них было странно баня. Во-первых, что там так жёстко могут это с ветками отристать. Просто я вот была на севере, на Майнфупу Ньори, там с иностранцами, как раз снимали про это видео, и там был американец, и он первый раз был в бане, и это надо было видеть, он просто из неё выбежал в снег с такими глазами, он не даже не мог представить, что такая настоящая русская баня. Для него это был какой-то абьюз, но ничего, потом же к концу путешествия привык, как-то вот пришёл к этому и уже обрюсел. Но да, мне кажется, вот это ещё то, что холод, то, что там иногда вот в прорубь прыгают. А вас спрашивали когда-нибудь, как добиться той самой русской красоты? Отвечали ли вы им, начиная с русской бани и репы? Ну, кстати, вот на Западе часто наоборот считали, что то, что я за собой как-то смотрю или как-то одеваюсь, что я там высокомерная, или я слишком стараюсь, или то, что я не настолько умная, что типа я вся только вот в этой материальной сфере, что я не интеллигентный человек, что я только вот думаю там о нарядах и вот это всё. И даже вот были такие очень часто комменты вот в школе, что, Саша, почему ты так стараешься, почему ты так наряжаешься, кому ты хочешь там понравиться, вот такие вот. Так что наоборот это даже вот с презирением каким-то относились, и ещё даже вот с какой-то завистью тоже, потому что часто это встречалось на Западе, к сожалению. Очень многие иностранцы, которые приезжают в Россию или просто общаются с русскими, они очень часто говорят, что в России девушки очень образованные, что они могут обсуждать разные темы и политику, и литературу, и знают языки, там, и английский, и русский, что вот такие образованные, что не только... Потому что у них такой стереотип, что, типа, если девушка красивая, значит, что она не очень умная, у неё все мозги только в красоте. А здесь они встречают то, что у нас девушки и красивые, и умные, и поэтому для них это просто... О май гад, вау, что это? Что это за... Так может быть? Если бы вы могли перенести только один тренд по уходу за собой из России в Америку, что бы это было? Я бы... Не обязательно там одеваться вот шикарно, но просто хотя бы нормально одеваться в школу, потому что у нас даже был день, как пижамный день, где все были обязаны прийти в пижаме. Ну, для меня это вообще абсурд. И, ну, просто как-то поддерживать какой-то стандарт в одежде, потому что там реально, вот, ну... Я такого навидалась, когда я там жила, и, ну, хочется, чтобы люди как-то хотя бы нормально одевались. У них даже принято, как бы, в обуви уличные входить в дом, там также вот в уличной одежде спать на кровати. Вот тоже я бы им обязательно бы привезла привычку одевать тапки, потому что для меня тоже... Моя мама долго приучала моего отца, что в доме только с тапками. Хочу сказать, что как раз русская красота в том, что наша внутренняя красота, она как раз и выражается внешне, поэтому русские девушки, они красивы и внутри, и снаружи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова